Всем привет! С вами Гатрукодельница. Сегодня хочу предложить вам связать легкую шапку Бини. Носить ее можно в двух вариантах. Это сделав отворот или без отворота. Вяжется она очень просто с минимальным количеством расчетов. Для расчета вам всего лишь нужен обхват головы. У меня 56 сантиметров и расстояние от мочки до мочки уха померенное через макушку. Шапочка состоит из трех частей. Это средняя часть, которая вяжется крючком. Снизу подвязывается резинка спицами 2х2. Макушка также формируется при помощи спиц и резинки 2х2. Начинаем вязание с средней части, которая выполняется крючком. Она состоит из прямоугольника. Длина прямоугольника равна обхвату головы. Учитывайте, что вяжется она столбиками с одним накидом. Узор достаточно эластичный, поэтому 56 сантиметров я измеряла в состоянии такого растяжения. Если не растягивать полотно, то оно было 52 сантиметра. Высоту полотна мы определяем следующим образом. Расстояние от мочки до мочки. У меня оно 44 сантиметра. Я делю пополам, получаю 22. Эти 22 сантиметра умножаем на коэффициент 0,85. Получаем примерно 19 сантиметров в высоту. Когда у нас этот прямоугольник готов, мы просто его сшиваем в круг. Затем добавляем снизу резиночку 2х2 и потом формируем макушку. Макушка формируется очень легко. Здесь нет никаких укороченных рядов. Просто вяжется по кругу резиночка и по краям идут такие убавки точно так же, как в мыске, носка или варежек. Приступим к вязанию. Для этого я набрала цепочку из 26 воздушных петель. Делаю еще 2 петельки на подъем. Начиная с четвертой от крючка петли будем вязать ряд столбиков с одним накидом. Причем подхватывать я буду не за стенку косички, а за перетяжки с изнаночной стороны. Получается, что мы от крючка читаем 3 перетяжки. Четвертую я подцепляю и вяжу ряд столбиков с одним накидом до окончания воздушной цепочки. Я уже довязала ряд до конца. Теперь делаем 2 воздушные петельки подъема. Разворачиваем вязание и вязать будем в обратном направлении точно так же столбиками с одним накидом. Таким образом мы вяжем поворотными рядами до того момента, пока средняя часть нашей шапочки не достигнет обхвата головы. Мой прямоугольник уже достиг длину обхвата головы. Теперь мы складываем вязание пополам и сейчас при помощи соединительных столбиков произведем шов сзади. Для этого вводим крючок в крайнюю петельку. У меня получается здесь воздушная петля подъема. Захватываем нашу петлю и подтягиваем ее под воздушную петельку подъема. Теперь мы будем сшивать, подхватывая обе стеночки. Подхватываем с одной стороны шапочки петельку, затем со второй стороны. Захватываем рабочую нить и вяжем соединительный столбик. Я уже выполнила шов до конца. Так он выглядит с изнаночной стороны. Это лицевая сторона. Теперь край шапочки я буду обвязывать столбиками без накида. Для этого делаю сначала воздушную петельку подъема. Теперь, подхватывая столбики, буду обвязывать край шапочки. Первый столбик я вяжу, подхватив целиком весь столбик. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Второй столбик буду сюда же подвязывать, подхватив одну ниточку со столбика, который ниже находится. Иначе, если мы это не сделаем, у нас здесь будет дырка. Вводим крючок, захватив одну ниточку. Провязали столбик. Следующий столбик вяжем между столбиками. Получается, с одного столбика я вывязала три столбика без накида. Следующий столбик подхватываем целиком сначала. Затем, захватив одну ниточку предыдущего ряда. И опять между рядами провязываем еще один столбик. Два столбика у меня получилось шесть столбиков без накида. На третьем столбике с одним накидом мы свяжем только два столбика без накида. Один вяжем, подхватив весь столбик. Второй, подхватив столбик и ниточку от предыдущего столбика. А между рядами уже вязать не будем. Получается, что три ряда столбиков и всего у меня связано восемь столбиков без накида. Таким образом мы вяжем столбики без накида до конца ряда. Я уже закончила вязку и вяжу соединительный столбик в воздушную петельку подъема. Количество столбиков должно быть кратно четырем. Потому что дальше мы будем под каждый столбик набирать петельку и вязать резинку два на два. Я набрала всего сто восемь столбиков. Теперь поворачиваем вязание лицевой стороной к себе. Опять вводим в воздушную петельку подъема крючок, откуда идет рабочая нить. И эту петельку, нашу последнюю, я вытяну на лицевую сторону. Дальше мы берем спицы. У меня три с половиной. И начинаем набор петель, вводя крючок под каждую петельку. Захватываю обе стенки петли, вытаскиваю рабочую нить и надеваю ее на спицу. Таким образом набираем петли на спицы по всей шапочке. Я уже набрала все петли. Вот так набор выглядит с лицевой стороны. Таким образом с изнаночной стороны у нас получается косичка. И провяжем 4,5 сантиметра резинкой 2х2. Я уже провязала 4,5 сантиметра резинки 2х2. Теперь все петли я закрою при помощи иглы. Как закрываются петли резинки 2х2 иглой на моем канале уже есть видео, ссылка будет в описании. Я уже закрыла все петельки иглой, теперь перейдем к вязанию макушки. Для этого по второму краю шапочки мы также будем набирать петли. Начинаем с нашего шва, вводим спицу, вытаскиваем рабочую нить и закрепляем. Это и будет наша первая петелька. Вторую петлю мы набираем, подхватывая столбик, затем между столбиками, затем опять столбик. Таким образом набираем все петли. Количество набранных петель должно быть кратно 4. Я уже набрала петли, всего у меня получилось 80 петель. Сейчас я буду вязать резиночкой 2х2. Я провязала 2 см резинки 2х2. У меня получилось 5 рядов. Так она выглядит с лицевой стороны. С изнаночной образовался рубчик. Смотрите, я нашу шапочку разделила на две половинки. Здесь должны быть боковые швы. Причем этот боковой шов должен проходить именно между лицевыми петельками. Всего у меня здесь 80 петель и между маркерами сейчас у меня по 40 петель. Начиная со следующего ряда мы будем вязать убавление. Убавление будем вязать перед и после маркера. Убавки будут вязаться в каждом ряду. Всего за ряд мы будем вязать 4 убавки. 2 будут возле этого маркера и 2 возле этого маркера. Всего будет провязано 10 убавлений. Сейчас я приступаю к вязанию резинки, не довязав до маркера 2 петли. Мне осталось уже довязать до маркера 2 петли. Сейчас мы будем вязать убавку. Убавку перед маркером вяжем 2 вместе лицевой с наклоном на правую сторону. Перекидываем маркер. Убавку после маркера вяжем 2 вместе лицевой, но с наклоном в левую сторону. Такие убавки будут в каждом ряду. Перед маркером направо, после маркера налево. Точно так же и вокруг второго маркера. Так продолжаем вязать убавки. Я уже провязала 10 убавлений. Вот так они выглядят. Теперь между маркером у меня стало по 20 петель. Сейчас мы приступим к закрыванию петель. Для этого я довязала до нашей линии убавки. Теперь посмотрите, первую петельку убавок я снимаю, а вторую буду провязывать вместе с последующими двумя лицевыми. Затем поворачиваю вязание и опять же первую петельку снимаю. А следующую из убавленных буду провязывать изнаночной, захватив не только ее, но еще 2 петельки. Только смотрите, при провязке изнаночной, чтобы петля не была перекручена, вяжем 3 вместе. Получается уже изнаночной. И опять поворачиваем вязание. Первую снимаем из убавок, а вторую вяжем вместе 3 лицевые. Таким образом мы как бы одновременно убавляем и закрываем наши петли. Я уже закрыла петли макушки. Так они у меня выглядят. Осталось у меня всего 4 петельки. Это 2 петельки с одной линией убавки и 2 петельки с другой. Теперь мы остаток рабочей нити вдеваем в иголку и протаскиваем сквозь все петельки и стягиваем отверстие. Нить выдергиваем на изнаночную сторону и закрепляем. Я уже стянула остаточные петли нашей макушки. На этом шапочка готова. Если вам понравилось мое видео обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. На этом у меня все. Всем пока-пока!